Мы продолжаем вас знакомить с участниками Архиерейского собора, который проходит в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. С удовольствием вам представляю епископа Всеволода из Алтайской митрополии. Здравствуйте, Владыка! Да, добрый день! Сегодня у нас третий день, как идет Архиерейский собор под процедурой его святейшества. Конечно, все вопросы, которые мы рассматриваем на соборе, очень важны и актуальны на сегодняшний день. Такие вопросы, как о монашестве, о браке. И сегодня, в частности, мы рассматриваем документы, которые говорят нам о браке. И на сегодняшний день союз мужчин и женщин – это основа нашей церкви, первичной, и основа всего нашего государства и вообще нашей церкви. И все вопросы, которые затрагиваются и обсуждаются, они, естественно, актуальны и насущны на сегодняшний день для каждого верующего человека, и не только верующего. Поскольку брак является для каждого и гражданский, и светский брак, и церковь, естественно, брак – наша жизнь. Ну вот архиерейский собор проходит действительно третий день, как Вы уже сказали, и рассматривались не только вопросы о монашестве, о браке, об отношении православной молодежи вообще ко всем этим вопросам. А вот на Ваш взгляд, все-таки, на сегодняшний день и применимо к Вашей епархии, метрополии, что наиболее значимо из даже программного заявления его святейшества, из тех вопросов, которые рассматривались на соборе? – Значимый вопрос, конечно, вопрос о молодежи. Отношение церкви, взаимосвязь церкви и молодежь – это самый такой насущный, скомпризначенный, и он обсуждался в первый день и второй день на соборе. И, как сейчас я сказал, что церковь должна работать в первую очередь с молодежью, то есть перевести молодежь к исконным традициям, к тем ценностям, которые были утеряны в нашем государстве, в нашем обществе, но их нужно возродить, особенно те ценности, которые дают толчок к духовному возрастанию человека и его патриотическому воспитанию, вообще к становлению как личности человека. – А вот что касаемо Алтайского края, у вас же тоже наработан очень большой опыт работы с молодежью. Чем вы могли бы поделиться, может быть, с присутствующими здесь владыками? – Славгородская епархия, сравнительно молодая епархия. И третий год, как она существует, конечно, но мы стараемся в нашей епархии проводить и молодежные съезды. Поэтому два съезда их прошли. То есть работа, например, именно с молодежью. И ежегодно Столыпинские образовательные чтения проходят, где стараемся привлечь молодежь. В частности, Славгородский педагогический колледж. И, естественно, молодежь отвлекается. То есть молодежь настолько уж, скажем, у нас такая, как бы, противоборствующая церкви и религии, но она тянется к живому, поскольку у каждого человека есть душа. Душа поистине христианки. Она тянется к своей среде. И вот молодежь, особенно молодые люди, ставшие только что на ноги после школы, они тянутся все-таки к религиозному просвещению, к духовности, к светлому, чтобы получить ту духовную, как бы, пищу, чтобы с ею можно идти по жизни. И, славгород, такая вообще в Славгородской педагогике такая работа проводится и очень активно. — Владыка, вот наверняка вы увезете с собой в епархию какие-то основные мысли, идеи, которыми здесь напитались, вот побывав на этом архиерейском соборе, выслушав доклад его святейшества. Вот что конкретно первое начнете воплощать в жизни? — Доклад святейшего был, конечно, всесторонний и очень обширный. И его, конечно, нужно как бы претворить в жизнь, весь доклад в полном объеме. И, в первую очередь, естественно, будет работа направлена на миссионерскую деятельность, на работу с молодежью, взаимоотношение церкви и государства, налаживая всех тех добрых традиций, которые у нас они были и есть, и надеюсь, что они будут. — Владыка, помощи Божьей вам во всех трудах и заботах. — Спасибо, и вам всех благ и успехов. — Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что мы беседовали с епископом Всеволодом из Алтайской митрополии. Всего вам самого хорошего и до следующего включения. — Спасибо. Продолжение следует...